Казахстанцы могут не устанавливать сертификат безопасности, но при этом есть риск, что люди столкнутся с проблемой доступа к некоторым интернет-ресурсам. Об этом сегодня сообщили в Департаменте информационной безопасности КНБ. Напомню, накануне в Казахстане стартовали учения по кибербезопасности. Временами жители столицы не могли зайти на популярные зарубежные сайты. Для получения детальной информации по установке сертификата нужно было обращаться к операторам связи и в службы техподдержки. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отметили, что сейчас все мероприятия, связанные с использованием сертификата безопасности, завершены. Однако продолжается фаза киберучений, которая связана с отражением атак на госорганы. По словам специалистов, в этом году учения носят масштабный характер. Всего в стране планируют проверить 200 веб-ресурсов и около 400 информационных систем. Целью проводимых киберучений является проверка готовности государственных органов, подразделений по обеспечению информационной безопасности, оперативных центров информационной безопасности, критически важных объектов информатизации противостоять возникающим угрозам. Условным нарушителем из экстремистских и религиозных побуждений будут совершены массированные ДДОС-атаки на объекты информатизации электронного правительства, критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, произведены попытки взлома государственных интернет-ресурсов. Между тем, с начала года в Казахстане зарегистрировали почти 200 миллионов кибератак. Об этом сегодня на брифинге в СЦК также сообщил Руслан Абдекаликов. По его словам, в период пандемии коронавируса и перехода на удаленный формат работы резко возросла нагрузка на цифровую инфраструктуру. К этому казахстанские системы оказались не готовы. В результате возникли проблемы с доступом к некоторым государственным интернет-ресурсам. Больше 9 тысяч зарубежных противоправных интернет-ресурсов выявили в Казахстане с начала года. Из них свыше 4 тысяч заблокированы подразделениями органов внутренних дел. В их числе и 25 ресурсов суицидального характера, несущих особую опасность для детей. По информации профильного ведомства, в июне задержали жителей города Аресь, который создавал такие группы в социальных сетях. Сейчас по этому делу проводятся досудебные расследования по факту покушения на убийство. В МВД также отметили, что с начала года число суицидов среди несовершеннолетних в стране снизилось на 16%.